всех приветствую так обустройство все вокруг токарного станка сейчас немножко покажу вот это вот кто занимается знает что тут когда все разложено по полочкам раз взял и все или в ящике скажем искать сверлышко тут походу ничего не успеваешь сразу раз попалась надо отремонтировать чуть тут патрон большой надо сделать ну это ладно это мы потом сделаем там отвлекался опять на этот электричество и этот щит он занимает большую кучу времени каждый ключ подвешивая номер напиши что потом их не смотреть или сверла также отверстия померил подписал в общем время дофига уходит и обустроить это надо сейчас покажем пока как вот у меня все разбросано до какой степени сколько мне еще предстоит работы огромное количество я даже не знаю когда закончим вот этот стол в общем тут еще один стол в общем когда вы ищете что-то сверло вам надо какой-то вот представьте здесь найти сверло какое вам надо тут у меня друзья колеса меняют пищат там в общем это создает серьезную проблему когда они вот так в ящике лежат тут я вчера алюминия поймал немножко к сожалению два круглых два только круглых было к сожалению такой толстый довольно например шкив можно вытащить какой-нибудь и вот такие квадраты в общем то с квадрата тоже можно круг сделать там люнет тут вот у меня кстати фрезы его делал этот державку под резец не нужны были вот такие фрезы я помню что их видел не нашел в этот раз поехал мне повезло их набрала целую кучку тут маленькие разные вот вот такие же маленькие тут есть вот такие и всякие в общем разные даже вот побольше и там вот лежит совсем огромная в общем что-то насобирал немножко сейчас я покажу кто не знает что за державку я делал вот такая вот державка под пластину вот эту она выдвигается ну скажем это тонкая взял 3 миллиметра и конечно когда на вылет если железо то очень медленно режется поэтому мне проще на пиле отрезать но скажем медь там вот я пластик точил тут это без проблем отрезается очень легко выдвигается сколько те надо вот тут такие баллонки мне лежат я какую-то из них не помню но вот такого диаметра я точно тут сколько наверно это 70 отрезал здорово медь скажем уметь говорю это вот латунь отрезал тоже отлично отрезает и общем тут стоит этот вот она прочую я говорю пила она хорошо режет и общем до станка так толком не доходит время этот стол у меня тоже еще не до оборудованы и тут на столе бардак данный момент ну что я тут занимался вот этой передней бабкой потом забросил пока опять отвлекся ну уже почти доделал тут воткнул графитовый шнур что-то она не крутится графит держит хорошо вчера крутил а сегодня не крутится но это понятно что она раскрутиться подшипники там чуть-чуть масле там в принципе масла чуть-чуть совсем надо вот такие ноги на тот токарный станочек куда это бабка тут резина я не знаю сколько на сантиметров полтора сейчас глянем быстренько сколько она тут нет два сантиметра резина такая толстая и приклеил и сделал чтобы они это все вращала шевелилась в общем даже если поверхность чуть-чуть неровная будет она станет ровно и за счет вращения вот этого винта там будет резьба на ноге на одной сейчас уже покажу она будет либо подыматься либо опускаться тут стеллажик маленький и вот этот станок вот они эти ноги стоят в общем сейчас покажу надо ослабить затянуто ну а таким макаром раз мы крутим здесь вращаем гайку ослабляем вот эту и вращаем допустим закручиваем значит она у нас здесь опускается и в обратном направлении тоже самое в общем для регулировки швеллер такой довольно мощный толстый тут не знаю миллиметров 677 на сейчас хочу вторую приделать она будет где-то вот здесь помоги болты вот они да вот тут вот будет и это передняя часть будет такой же длины задняя часть будет чуть-чуть короче в общем как передняя немножко и отрежу с той стороны нет такой необходимости тут сиф поставил тут три наждака во вернее да тут два там он еще один трехфазные его дел экономичный вариант гриндер это все немножко тоже разобрать надо переставить это отвалился сейфик у меня там патрон четырех кулачковый и всякие патроны целая куча это все тут по набрал и когда это все разбирать тут уголки повешал всякое что можно было повешать полку сделал для резцов там у меня материал там этот для фрезеровки плата вот это ящик ящик еще не до конца разобрал тут токарный станок в общем стараюсь место экономить вокруг станка все делать чтобы чтобы другу сильно место место вместо в него не забирать и так володе огромное спасибо за то что он не место предоставил тут ну и туда еще один стилаж тут всякая барахло тоже еще не до конца разобрана все это разбирать столько времени это жесть ящик тут опять же сверла опять их разбирать надо патроны и так далее всякое в общем всякое все необходимо для станка и всего очень довольно много там электромотор и я даже местами где-то чего-то и не помню где у меня что находится тут я покупал такую штучку диана вот она это чертить на металле одно купил и в результате когда все перебирал еще две нашел так вот надо было сначала перебирать а потом покупать или не покупать ну теперь три вот такие вот нюансы в общем стеллаж еще не до конца доделаны тут у меня будет шуруповер где-то висеть что-то еще тут где-то я поставлю скорее всего гриндер вот этот этот не знаю буду я ремонтировать нет в принципе ремонтировать только кнопку поменять надо и где-то тут поставлю вот эту вот пилу в это все было под рукой ну вот как-то так немножко потихоньку 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 конечно опять же это все делается в свободное время ну представьте вам надо ключ вы видите допустим вот так я в ящик где-то у меня тут еще куча ключей вот начинаете искать это очень неудобно поэтому подошел номера надо на 11 взял на 11 это очень удобно также со сверлами ну сверла я только начал надо на 14 взял на 14 конусная с той стороны не конусная правда надо здесь еще внизу подкладку сделать мягкую чтобы они не это самое вот так не заваливались пусть им надо вот вот такие простые патроны как на дрели взял отсюда ну и что-то в таком духе в общем это процесс ускоряется по работе то есть сюда тратишь один раз очень много времени потому что это реально очень долго чтобы потом не делать вот таких вот раз и начинают тут со штангелем сидеть и каждое сверло перебирать она еще которая тебе надо наверное где-то внизу как правило это частенько бывает о чуде на меня тут камень есть и он даже и не видел вот видите опять что-то я нахожу вот так постоянно ищем масло масло кстати мне один писал по маслу на станок гидравлическое масло я залил да то масло все-таки я считаю что для передней бабки от коробки вполне прилично это нормально но дело в том что заметил что она не успевает через шланг возвращаться в бачок и со временем когда в процессе работаешь помпа начинают другом по-другому жужжать и соответственно я так понимаю что масло немножко уменьшается в подачу потому все-таки я слил масло в дом столе стоит она принципе чистая практически пользуюсь редко поэтому чего она замарается кстати магнит я там вставлял фильтр неодимовые магниты я вставил вместо фильтра отлавливают я вот его достал там мелкая мелкая стружка но и немного так как редко пользуюсь все они отлавливают четко и сейчас помпа конечно жужжит вот я много слышал что вот на таких станках на помпу жалуются что она ну как бы громко работает так сейчас я включу коротко и послушаем ну теперь включаю вот такое жужжание она создает довольно не очень приятно есть конечно у меня появилась еще одна мысль но это ладно мы потом разберемся есть у меня еще проблема вот я его выкручиваю поперечную подачу в общем до самого практически лимба да но я сейчас ее обратно я не могу одной рукой выкрутить потому что все слишком туго это такая как бы я могу крутить но это очень туго ой на нерв надавил серьезно туго крутится вот до края этого болта доходит отлично в общем когда его привез она доходила вот этого болта я стал ее постоянно выкручивать как закончил выкручиваю она разработалась вот буквально тут насколько на сантиметр 3 до и вот у нее осталось еще тут уже сантиметров на и на 6 это по моему уже не выработается надо шабировкой заниматься чего мне крайне не хочется но есть такие линеечки которыми можно бы чтобы это самый простой вариант как их называют локальные линеечки что-то вот такое буду меня тут есть маленькая мне нужно 52 сантиметра но таких нету есть 60 и это зараза стоит 60 сантиметров самый дешевый вариант я нашел 109 евро конечно она может быть будущем еще пригодится я представление не имею правда куда я вот она у меня валяется уже сколько я еще ни разу ее не использовал не знаю будет ли она использоваться или нет или один раз купил сделал и будет она вот так же вот где-то висеть интересно конечно но дело в том что сейчас мне на тот станок надо шкив точить и это будет где-то как раз вот в этой рабочей зоне на и вот так вот крутить подкручивать это очень неприятно видать маленькие детали постоянно на нем точили и у него рабочая зона вот тут было постоянно здесь все выработалась там а вот эта задняя часть по ходу конечно у меня есть сейчас я покажу эти для шабера уже можно сделать его будут не один друг притащил вот такие пластинки твердосплавные очень твердые очень много и всякие разные разные толщины из этого можно делать скажем знаю какой там даже ширины надо но вот это наверное как раз пойдет правда стачивать его представляю сколько еще какие-то и лесцы так ладно вот не очень хочется мне это делать но похоже придется и не нашел не смог я найти не спрашиваю что-то не такое высокоточное ровное чтобы это дело проверять когда это шаберов к этой заниматься представление не имея сколько это время займет но тем не менее похоже придется делать выбора нету либо есть еще один вариант поставить его на продажу может быть купят продать и купить добавить еще немного и купить себе новый и не заморачиваться вот такой вот вариант ну вот сразу испытание дрели это правда еще не доделал я но эта фигня она уже работает я в тот раз не надо было на 16 там патрон на 13 максимум я вставлял станок и задней бабкой этот швеллер придавливал одному это вообще нереально не друг помогала сейчас я один нахожусь и вот как раз тут на 16 входит попробую испытаем сверло конечно оставляет желать лучшего колбасит его тем не менее довольно быстро сейчас померю кстати какой толщины швеллер я его так и не померял как я и думал на глаз угадал 7 миллиметров так сейчас ставим ноги и в принципе можно уже туда вот эти ноги сейчас оставим ноги нет надо мне еще гайки приварить вот тут внизу будут гаечки вот так и вот так он будет крутиться и регулироваться вот так вот сверху 1 будет контрагайка и 2 закон трагая на за которые можно будет крутить принципе все очень гениально очень просто как обычно поехали дальше и на основном этапе как это часто бывает постигла неудача сварочном аппарате газ кончился а электрический я не привез ну ладно у меня работы еще хватает кроме этого ну в принципе все их гайки приварить и на место прикручивать можно готова а